Воды? Нет. Он любил у нас одну девушку, которую звали Напад. Он очень много посвятил ей стихов. Апасвата-то стеснялся, так как Хафес. Очень был беден. Он был придворным поэтом и никогда ничего для себя не желал. Он был суфием. А суфи у нас, то есть дервиши, которые занимаются распевом песен, распевом стихов, распевом Корана, но не занимаются накоплением. То, что они получают, они только пользуются. Это, например, на еду. И даже одежда у суфи всегда была одна. Не новая. Даже иногда бывали одежды такие уже старые. Они потому что не считали, что вот эти блага жизни являются основой для жизни. И если их потерять, надо, например, они и говорили всем, что потеряя блага, не привыкайте к ним, потому что потеряя их, остались у нас прелести жизни. Сама жизнь нам дает прекрасное существование. Каждый ее день мы должны радоваться этому. Но, любив эту девушку, стесняясь своей бедности, он попросил друга своего пойти посватать за него. Но, конечно же, друг посватал эту девушку за себя. Поэтому говорят, что все-таки Хафес прожил одинокую жизнь. Хафес для иранцев, как это у вас, Пушкин для русских, как Шекспир для англичан. Он, конечно, очень известен. Но во время, уже после 1979-й исламской революции, Хафеса не так воспевают в народе. В народе, да, я имею в виду наши ведущие лидеры, потому что в его стихах есть описание вина. Когда Хафес умирает, он пишет в завещание, чтобы на его могилу приходили не грустными, а приходили с песнями. Написано, что когда приходите ко мне, пейте, веселитесь и приносите с собой сетаре. А те, кто пришел отдать мне свою дань, не обижайтесь на тех гуляк, которые танцуют возле моей могилы. Еще в Иране говорят, что в доме надо иметь две вещи. Коран и Хафеса, то есть сборники его стихов. Почему? Потому что у нас гадания в Иране делают на Коране и открывают произведения Хафеса. Поэтому, когда мы с вами приедем, вы увидите, как продают, то есть вытаскивают попугайчики, пожелания тем, кто хочет, ну, что-то загадал и ждет ответ от своих желаний. Перебью немножко, слева от нас мы видим памятник Саади, который также жил и родился именно в Шеразе. Ему почему памятник? Потому что это философ, у него философские стихи, поэтому его стихи мы изучаем. Там у нас учат людей к жизни, учат людей к любви к родине. Потому что 30 лет Саади скитался, пока Иранской Нагорье занимали монголы. Он родился в 13 веке. В это время у нас как раз в иранской территории жили, воевали на земле Ирана монголы. Поэтому здесь, конечно, правительство, у нас религиозное, они философские стихи воспринимают нормально. Они подходят к нашему сейчас режиму. Почему мы говорим, можно гадать, например, по Хафезу? Потому что говорят по легенде или правде, мы не знаем, но в народе говорят, что в Иране его могиле подошли три девушки. И между собой посмеялись и спешили пошутить над Хафезом. Они его спросили, что сегодня ты, если бы был сейчас с нами, кого бы ты из нас сейчас выбрал? Открывают его произведение, там написано, если был бы я жив, я бы выбрал всех троих. Поэтому считается, что все вопросы, которые задаются Хафезу, получают свой ответ. Но всегда в его ответе, помимо того, что есть доброжелание в нем, то есть нет ничего плохого. Есть еще всегда, что надо молиться Богу, что надо...